Едем с Сулейманом и Клисалом в Табук. И вот такой вот ливень напоминает Исландию. Сильный ливень, молнии. В Исландии, правда, молнии, мы, кстати, не видели. Как шторм. Как шторм, да. Погода изменилась. И теперь вот светит солнышко, облака. Переменная облачность и красиво. Пустынка. Пустынка, но уже холмистая. Сейчас в Табуке покушаем и, я думаю, поедем дальше. Это Табук. Выглядит зелененьким. Вот город Табук. Под моряшиной рассказы. Я тут прогуливаюсь. Слушаю про всех от земли. В общем, наш друг Мохаммед из Джеды сказал, что у него в Табуке живет друг. И говорит, когда будете в Табуке, позвоните ему. Ну и в общем, мы ждем этого друга. Ну и интересно пообщаться с местными. Плюс нам бы здорово было подзарядиться. И сейчас уже почти 4 часа. И нам надо покушать. И вот сейчас идем ищем, пока ожидаем. Тво друга кафешку какую-то поесть. Вот. Надо подзарядиться. И уже скоро вечер. Можно и не выезжать. Сейчас мы нашли по-кому месту. Покушать. А, это какой-то чекен баша. Чекен баша. Это, наверное, аналог какой-то. Все, мы пойдем кушать. Ну и все. Завтра, даст Бог, иншаллах, как говорят местные тут. Мы поедем в другие места. Нас ждут каньоны, холмы, горы. В общем, прекрасные места. А, да. А, а ландмарк. Ландмарк, ландмарк here is a castle for the Uthman Empire. И это было, главное, чтобы иметь солдат в Табуку. Старая железнодорожная станция, которая проходила через Табук из Истамбула до Медины. И вот те строения в Валике. Музей пока еще не работает. Они вот только закончили его отстраивать. Скоро должен заработать. Перспективный вообще регион. Тут недалеко строится город будущего без машин. Днем, да, будет какой-то крупный современный аэропорт. И плюс ко всему интересные природные места вокруг. Вот. Есть и горы высокие. Есть похожие на водерам зоны. Есть каньоны. Есть долина красивая в Адии Эдиса. И опять-таки близость к Алюлии. И аэропорт тут есть. В общем, перспективное место. И погода здесь неплохая. В целом не так жарко. Тут 750 метров над уровнем моря. Поэтому температура немного ниже, чем в жарких местах. 35-40 летом где-то. Старенький домик. Так раньше выглядели дома тут. Ну, все как обычно. Камни в фундаменте. Глина с чем-то. Солома какой-то. С пальмой вести, наверное. И это все часть города. Да. Старенькая часть города. В общем, железная дорога использовалась в основном из Османской империи. Местным это не сильно нравилось. Потому что, во-первых, шел трафик солдат. И в основном использовалась в имперских целях. И местные от этого никаких выгод не получали. Поэтому со временем все это выгнали. Турков отсюда и больше не используются. Тут такие вот мастерские, где шьют. Да, для кемпинга, для... 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 Бедуинской активности, так сказать. Вот. Разные коврики, ограждения и прочее. Табук известен тем, что сюда тоже приезжал... Приезжал, приходил пророк Мухаммед. И молился, возможно, в этой мечети. Она, вариант, может быть, старая. Она называется мечеть пророка. Это основная улица. Тут прогуливаются люди. Раньше она не была пешеходной. Вот сделали пешеходной. Обычно улица... Вот, закрывается успешно. Потому что молитва. Закрываются эти магазины не все. Кто-то хочет, кто-то закрывает, кто-то нет. В общем, это пожелание. А пять лет назад это было обязательным. То есть ты не мог не закрыть на молитву. Ага. Это дворец. Но он, походу, закрылся. Да. Да. Сейчас пойдем наверх. В общем, это для военных был форт. Тут маленькие комнатки. Все так простой дизайн. Ничего особенного выделяющегося. Комнатки невысокие. Такая, ничего особенного. Как обычно. Простой форт. Отверстие для орудий по периметру. Все просто. Женщины все закрыты. Местный турист. Ну, такой миленький небольшой музейчик. Напротив дворца, который мы посетили недавно для военных форта. Небольшой, но я умилляю такие куку. Такой, беглый экскурс. Интересно. Вот, Абдулла нас поселил. У них один из бизнесов семейных. Это шале. Для отдыха. В основном тут днем приезжают отдыхать. И на ночь уезжают. Так он объяснил. Тут вот. Комната у нас. Здесь. Сейчас. Здесь. Так. Там комната, две кроватки для детей, телевизор. Барная стоечка, холодильник, кухонька. И есть вот такая штука. А сейчас. О. Можно подключить музыку и развлекаться. В общем, мы пошли купаться. Все. Наконец-то походы. Мы уехали из Табука. Переночевали в гостинице, принадлежащей семье Абдулы. Быстро достопили, доехали до вот этих красивых мест. И отправляемся изучать местные красоты. Очень похоже на Вадирам. Но вот те горы не похожи. Вот на Вадирам уже не похожи. Тут комбинация такая. Ну все. Быстро достопили, кстати. Быстро. На такси выехали к окрайне города. Но в Саудовской Аравии даже таксисты своеобразные. Бесплатно соглашаются подвезти. А сегодня таксист говорит, давайте остановимся. Я куплю кофе, я заплачу. И кофе стоит, в общем, наверное, половину поездки. Два кофе купил и кросса. Да, половина поездки. Тем более я отказывался от кофе, но все равно купил. И вот пол поездки вот такой кэшбэк от саудовских таксистов. Погода отличная. Сейчас утро. Надо, кстати, глянуть, который час. Десять часов. Десять часов утра. Мы уже здесь. И, о, да, супер, мы уже здесь. Пока легкая прохлада, прохладный ветерок. Но для похода самое то, потому что по жаре неудобно ходить. Сейчас идем смотреть каньон. Да, по пути к каньону какой-то камень указан. Сейчас буду проверять карту и... Да, пока нас проверяться. Показывай. Очень много всяких шатров, актела такие, какие-то бедуинские. Бедуинские, да. Бедуинские эти места. Вот так эти красоты вокруг нас выглядят. Мы когда-то гуляли в Водираме 40 километров. Может, даже 40 с чем-то. Нам очень понравилось. И, кстати, жалко людей было, которые проезжали на джипи-туром быстренько. В Водирам. Там вот и сам экспириенс прогулки по местности очень приятный. А, сама ночевка, да? Да, мы нашли бедуинский шатер пустой. Там была вода. Чайник. Чайник, вода. Да, мы сделали костер. Покушали. Это незабываемый момент, встретить закат в таком месте, потом рассвет и вообще побыть самому. Да, и без какого-либо тура, без каких-то там объяснений. Никуда не спешить. Вот так и тут мы идем. У нас цель дойти до каньона. Каньон находится где-то левее от этого камня. Ну, я там карту проверю. Пока у нас дорога ведет вот к этому камню. Там на фотографиях какой-то водопад был обозначен. Но, я так понимаю, наверное, это сезон дождей. Возможно, позже, в феврале будет это. Вот. А потом дорога уходит левее. На ютюбе каких-то видео о походах по данной местности мы не нашли. Так что снимем сами. Подходим ближе к горе. Посмотрим, есть ли там вода. Но нам вода не нужна, но просто интересно, есть ли тут водопад, который есть на фотографии. Вот, смотри, там маленькие верблюдики. Выпасают верблюдов. Мужчина на верблюде один. Один пошел сюда, к палатке. А если это палатка, это, может быть, кемпер какой-то. Может, у нас есть урна есть? Да, это в шоке. Тут дорога к каньону. Вон верблюдики. Верблюдики уходят дальше. Местные сидят музыку слушать. Следы верблюдов. Мы потихоньку приближаемся к каньону. Пока вот так смотришь на ландшафты, и не совсем понятно, где именно каньон. Но, возможно, вот там впереди. Блин, что это такое вообще, смотри. Арбузы едут. Арбузы? Интересно. Арбузы едут. 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 Вот впереди каньон Подходим к нему Да, горы такие Острые пики И там за ними Красное море Надо туда пройти Сейчас прогуляемся Саудовская Аравия удивительная страна Потому что Ты вот встречаешь одного человека И думаешь, вот он тебе помогает Но это нормально В любой стране можно найти одного человека Который поможет Потом встречаешь второго, третьего, пятого, десятого Потом уже каждый человек тебе помогает Что-то подсказывает Что-то обязательно покупает И не только воду И они все такие дружелюбные, открытые Вообще даже складывается такое впечатление Что у них просто в крови Вот это вот дружелюбие и открытость Самая гостеприимная страна пока что для меня А для тебя как? Ну да Очень интересно здесь Только ради людей можно сюда ехать Хотя здесь есть и места просеют Надо, чтобы ты сел Смотри, горные голуби КОНЕЦ Играет музыка. Все, у нас привал, заряжается телефон. Будем кушать с вот этим видом. Походная еда в Саудовской Аравии. И голодать не приходится. Тунец получается какой-то. Сэндвич с тунцом. Сэндвич с тунцом, да. И таким вот видом. Все, отправляемся дальше. У нас маршрут будет пролегать в ту сторону. Вон там машина вдалеке стоит, наверное, не видно на видео. А потом за каньоном, вот туда, к тем двум холмам. Потом к дальнему. И там будут такие столбы интересные. Вот там, наверное, и заночуем. Мы идем к красивым вертикальным столбам. Да, думаю, там будем ночевать. В общем, идем сейчас к самому началу каньона. Очень интересно посмотреть. А вот можно спуститься. Да. А вот и начало каньончика. Тут дожди были. Буквально вчера ливни, судя по лужам, по мокрому песку. И до сих пор ноги не высохли. Ну, а там каньончики, понятно, что будет долго высыхать. Мы удачливые сегодня. Отличная погода. Тепло. 23 градуса вроде. Красивые виды. На, дорогу. Вон далеко. На, вижу. Маленькие машинки двигаются. Вон слева. Вообще. Добрались. Дошли. Попробуем перелезть на ту сторону. Там уже будет солнце светить в другую сторону. Не между не будем. Можно. Сейчас попробуем перелезть на другую сторону. О, там будет. Можно назад. О, да, красиво. Че. Вода красиво поразмывала. Перешли на обратную сторону горы. Открылся вид. Такой вот. Всегда интересно ходить нехоженными тропками. Тут никто не прокладывал маршруты. Нет никаких маркировок. Просто идешь себе придумываешь. А пойду вот туда, к этой горе. А давай-ка перелезем, обойдем ее с обратной стороны. Посмотрим. А что там? А что вот там? Такой азарт первопроходца, первооткрыватель. А в Саудовской Аравии это как раз-таки еще возможно почувствовать себя таким первопроходцем. Потому что, да, конечно, есть куча сейчас уже туристических мест. Типа там, ну, скажем, такие относительно точки, куда проезжает большинство туристов. Да, там на 10 дней, на 2 недели. Но страна большая и нехоженная. То есть даже в той же самой Алюле 100% можно отправиться куда-нибудь в поход и найти новые места. То есть даже вот мы встретили вчера семью, которые тоже любят путешествовать с караваном, с палатками. Сказали, что очень-очень много мест, которые не нанесены даже на карту. Ну, нет их просто. Тут еще из-за жары люди часто, я так понимаю, именно жара, подвигла людей пользоваться автомобилями. Вот, потому что с апреля по ноябрь из машины лучше не выходить. Вот, из помещений, которые кондиционируемы. Ну, это в домаме, да, там, где ближе к морю. Да, представьте себе 50 градусов жиры и 70% влажности. Это же вообще он непостижимый. Парилка. Вот, поэтому ни о каких походах в такое время года речи быть не может. Вот. Ну, и сама культура не сильно сподвигает. Но мы общаемся с местными и они рассказывают, они уже знают, точнее, слово хайкинг. Когда говоришь или видят с рюкзаком, они понимают, о чем идет речь. То есть, многие не удивляются, да, и радуются. Им нравится. Да, вообще с воодушевлением смотрят на нас. Да, с путешественниками с рюкзаком, я думаю, вообще особое отношение у них располагающее. Да, если даже вот таксисты готовы повезти, то есть и так. Вот, обратная сторона горы, которую мы обошли. Какие-то норы, да? Да, какие-то норы. Вот, кида, они большие. Вот, свежие следы. А мы идем туда, вот, к вертикальным столбам. Ну, посмотрим, если найдем хорошее место для ночелки. Где-то тут и заночуем, если нет. Да, нам некуда спешить. Захотим, поедем дальше. Да, поедем в Аль-Шо, Ди-Са. Ди-Са, да. Да, долина. Вот, кстати, камень с трещиной, который по центру как распиленный. Да. И здесь тоже видно, вот есть трещины, они как-то... Ну, так ломаются. Так ломаются, да. Так что, вряд ли это... Инопланетяне. Инопланетяне, да, как вы думаете. Некоторые... Элотерических книг начитаются. Конспирология разного толка. Инопланетяне, древние технологии. Лазер. Древний лазер. Да, да. Здесь живут такие лисы, они маленькие, у них очень большие длинные уши. Я сейчас не знаю, как они называются, там, в видео потом вам напишу. Тут еще пока не есть. Не холодно тебе? Да. Спасибо тебе. Мне тоже жарко. На пол, чай. Я в футболочке. Нам туда, да. Прямо. А еще в пустыне много зеркала топлива для костра, если присмотреться. Куча разных веточек сухих. Также есть сушеные какашки верблюдок, которые тоже можно использовать как топливо. В многих странах, таких как Монголия и прочих, делают очень мало, только каменистое пустынное место, они делают кастрики из кокулей. Кстати, здесь в Саудовской Аравии мы не пользуемся картами Maps.me или картами Osman, ну или любыми другими, которые используют ресурс OpenStreetMaps, потому что база недостаточно заполнена, страна все-таки мало изучена пока. Но зато тут развиты гугл-карты, поэтому ориентируясь в основном тут по гугл-картам, открывая спутниковый вариант, загрузил предварительно оффлайн-карты. И мы сейчас смотрели. Местность ветрена достаточно, вечером еще может быть еще более ветрена. И хочется палатку поставить в закрытом месте каком-то, от ветра. И вот уже тут присмотрели, в скалах, закрытое место, отличное. Но хочется идти дальше. И мы посмотрели на карте с противоположной стороны дороги. Есть вроде такая ложбинка, где можно спрятаться от ветра. А, но еще только 2 часа, поэтому... Ну, только 2 часа, да, можно еще идти, наслаждаться. И вот, 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 и вот. Очки, которые подарили Саудит. Вот, и виды. Ну, с этой стороны. Вот так. Вот в той стороне начинали поход. Вот к той горе утром подходили. вдалеке-далеке машинка у нас такое как кольцо получается да, да ну мы не спешим, продвигаем открылся вот такой вид интересно, видно ли луну на видео вот она там полная свобода, гуляй куда заблагорассудиться тут, кстати, в этом и прелесть в горах не всегда есть такая свобода идти просто куда хочешь препятствия более значительные копыта животного какого-то, козочки какой-то зеленая долинка такая ой, это просто там верблю все малыши карандаши близко подходить не будем, пугать не будем заюньки не выпускают вас это как-то жестко, не люблю такие картины следы малышей ходят тут ну и скорее всего выпускают возможно, да, и так может быть камень красивый шоколадик с ванилью это покрасили мы идем и рассуждаем о том как могло быть опасно некоторое время назад тут читали книгу одну за аравийской чадрой называется автора я не помню это приключения шведов в Слудовской Аравии в 1959-1953 годах в 1953-1959 годах в 1953-1959 годах ну вот, короче, в то время, да и как он рассказывал, то есть вот что если ты не мусульманин то очень могли бы быть большие проблемы независимо от их знакомства, да то есть имел ты знакомых к ним то есть он линзы одевал на свои голубые глаза одел карими одевал совместную одежду и пытался там притвориться немым потому что он не знал арабский язык вот, потому что прекрасно понимал что если рассекретишь, что он не мусульманин то, в принципе, его могли бы убить вот еще и рабство было рабство было, да то есть он там про рабство тоже рассказывал он спас и иностранца одного я не помню, кого он спасал тоже, по-моему, что то ли шведов, то ли датчанина вот поехала разработка скважин вот этих вот нефтеб добывающих попал в рабство у колодца хорошо делал у него контракт закончился а они его просто не захотели опускать а там пустыня ты никак здесь не доедешь не убежишь не слышишь ничего ты все ты заложник вообще ты никак человек пропал без вести еще кто там за него будет вписываться вот еще совсем недавно было так а теперь одна из самых классных стран для путешественников а теперь одна из самых классных стран для путешественников верблюдики ой все страх страх боязнь тут такие цветочки вот растут все вышли к трассе и вот нам туда к этим горам ориентировочно ориентировочно там мы найдем уютное место hope so вот 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 кстати неон project это дорогу тут строят походу для этого города дошли дошли до расщелины дошли до расщелины и вот в конце этой расщелины должна быть большая зона окруженная горами ну этими холмами вот и защищена от ветра пойми сейчас посмотрим на сколько мои предположения верны самое место могло бы быть очень приятным если бы не горы мусора я надеюсь с этим в Саудовской Аравии начнут активно бороться потому что это единственная вещь которая удручает это эти горы мусора повсеместный. Поднимаемся по песку. Есть надежда, что на машинах они, вот этот холм, который впереди, проехать не могут. Поэтому там возможно нет мусора, но пока это только предположение. Конечно же они заезжают с противоположной стороны. Тут все в мусоре. Хорошее место и вот так испортили. Это ужас какой-то. Ну собственно вот это место закрытое холмами со всех сторон. Я все-таки правильно определил, что она очень подходит для установки палатки. Единственная проблема это мусор. Я заканчиваю установку палатки. Марьяша постит. Красиво. Сейчас попробуем делать костер. Тут особо крупных веток нету, но есть вот такие. Все, мы уже поставили палатку. Постелили и там все что надо. Нашел такую вот сетку. Готовим ужин. Первый раз в Саудовской Аравии за 15 дней. Уже за 16 дней. Готовим ужин на то и поход, чтобы посидеть у костра.